Юлия Коренная-Видновчанка. В детстве вместе с родителями часто гуляла в городском парке отдыха. Тогда он еще назывался детским городком. Ее папа увлекался фотографией. Многие снимки сделаны именно здесь. Спустя четверть века, когда девушка узнала о том, что руководство парка готовит выставку, где будут представлены фотогарожан, сделанные в советское время, она тут же отправила и свои карточки. Таких фотографий вообще не осталось. Для людей это какая-то ностальгия. Все показывали мне, ой, здесь там были качели, ой, здесь был тоже паровозик. То есть то, чего сейчас уже вообще нет, это можно оставить, остается только в памяти, наверное, на вот этих фотографиях. Цель фотовыставки «Наша история города через парки» – показать людям, как менялись и развивались городские парки с момента их образования по настоящее время. 1 мая фотография Юли и снимки других горожан будут размещены вот на таких стендах. Они будут распределены по категориям и на протяжении целого лета. Все посетители парка смогут ими наслаждаться. Такие стенды уже установлены в Расторгуевском парке. Здесь также планируется разместить большое количество снимков, ведь его история куда более давняя, чем история детского городка. Если у вас сохранились фотографии, сделанные в городских парках, непременно поднимайте свои семейные архивы и передавайте их организаторам выставки. Только зная историю родного города, мы сможем сохранить его для последующих поколений. Юлия Погасян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. А у нас в студии руководитель парков города Видное Валерий Черников. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы знаем, что фото-выставки в парках проходили и ранее. Может быть, сейчас вы предложите какой-то новый формат? Вы знаете, в парках проходило несколько выставок, как картин, так и фоторепродукции. Мы вынесли из этого опыт и решили преподнести его немножко в другом формате, который будет являться сейчас первоначальной выставкой, а затем это будет иметь постоянную основу. То есть это фотографии, представленные видновчанами? Вы знаете, сейчас мы объявили конкурс от имени руководства парком для того, чтобы собрать максимум фотографий, которые имеют непосредственное отношение к Центральному парку, это детский городок, и к Расторгуевскому Тимаховским паркам. История и судьба этих парков. Как они формировались, как они развивались и в каком состоянии находятся в настоящее время. Для того, чтобы жители нашего города, гости нашего города, посетители парка могли проследить историю развития нашего предприятия, наших парков и как происходили изменения. Скажите, пожалуйста, а как видновчане могут передать вам эти фотографии? Видновчане эти фотографии могут передать посредством электронной почты, могут в соцсетях направить нам по адресу. Если это будет затруднительно, то работники парка готовы подъехать, забрать фотографии, отсканировать и вернуть обратно собственникам. Либо привезти на клубный переукладение 1, где располагается администрация парка. Это очень хорошо, потому что, допустим, если пожилой человек еще не освоил интернет, но у него в архивах что-то сохранилось, какие-то фотографии, может передать тоже. Вы знаете, вот на это мы и рассчитывали, потому что именно у пожилых людей есть те фотографии, которые носят смысловую нагрузку, которые действительно фиксировали в свою молодость, бытность, вот как раз те фотографии, в которых мы сейчас очень сильно заинтересованы. Поэтому мы готовы оказать содействие для того, чтобы эти фотографии не остались пылиться на полках, а действительно стали общедоступными. И действительно для всех, для нас показали историю развития нашего любимого места, того, которого мы охраняем, бережем и трепетно относимся к нашей Родине. Ну что ж, идея очень хорошая, я надеюсь, что все получится. Спасибо. А я напомню, что на студии был руководитель парков города Видное Валерий Черников. Продолжение следует...